привет господа у меня вид такой весна понятно музыки весны и коты орут там все класс поэтому с одной стороны должно быть все на душах ну она не так почему потому что дилемма вечные дилеммы начинать продолжать заниматься каноном которым всем уже достал до чертиков до печенки или сделать легкое такое вкрапление по фото я принял решение сделать вкрапление по фото ну и наверное пока я его делал организовывал чтобы поговорить с вами о теме формы и содержание фотографий я уже начинал хотеть вернуться к нему это невозможно здесь конечно все это размещать круть-верть ну сделал поэтому куда что я не разбирать же это все давайте сегодня действительно поговорим о таком моменте об одном из основных столпов на мой взгляд повторяю на мой взгляд как форма и содержание что я имею ввиду во все формы и содержания вечная тема философов поэтов писателей там прозаиков художников ну и фотографы почему нет ты гадим ты гадим ты гадим вот и фотографы потому что это изобразительное искусство от слова изображать передавать изображением а кисточкой это или фотоаппаратом делается это вносит только некоторые как говорится нюансы однако в конечном итоге наши продукты с художниками весьма похожи это смотрят люди это смотрят люди так вот мой опыт о чем говорит я естественно только им и будут делиться академии не заканчивали как я говорю книжек не читали хотя это не хвостовство это я жалую ну как откуда вот и узнаешь для чего ты рожден надо научиться слушать свое сердце этому школах к сожалению не учат и сейчас тоже так вот форма и содержание по я сейчас буду приводить некоторые примеры особенно я считаю это важно для жанров фотографии предметка это важно для рекламы это очень как нельзя проявляется этот аспект фотографии фэшн фотографии например представьте себе барышню пышных форм практически без одежды и она стоит примеру лицом к окну и там у нее на пальце какое-то маленькое колечко ну и подпись к примеру ювелирный дом брасовых каких-нибудь скажите мне пожалуйста на что мы будем прежде всего смотреть ну естественно пышные формы барышни а содержание которое предполагал сделать фотограф рекламу ювелирного дома и видимо то ювелирное изделие которое как горошинку даже пусть бриллиант навряд ли первые бросится нам в глаза я понятно говорю надеюсь точно так же как мы сейчас не говорим кстати о каталожке это немножко не совсем к этому относится к этой теме потому что каталожка это то что должно продаваться люди дам должны наоборот другую другую цель преследовать они функциональность должны полной мере показать предметов поэтому и что там не должно отвлекать от самого предмета и обычно это белый фон черный фон и так далее поэтому именно такие делают радикальные бэкграунды чтобы акцент был на предмете на самом товаре так скажем хотя и там можно творчески подойти и очень хорошо подать этот товар если мы сегодня с вами осознаем то что я говорю и собственно я еще и показывает естественно будут а понятно что будет все по дну длинная до длинная это не обсуждается даже у нас короткого здесь над подобные темы не бывает дальше идем формы содержанием к примеру очень часто свадебные фотографы полюбляют такие кадры это уже как бы клише к сожалению стало сборы жениха сборы невесты букетики там для подружек вот вот это все аксессуар на снимают ну и снимают это так положили на какой-то там полированный буклет сняли кольцо сняли там или сборы жениха когда он там поправляет галстук без головы то есть мужчина но и вот к примеру подойти с формы потому что формы содержание мы пока еще не не чувствуем да можно подобрать любое словосочетание название и этим самым мы придадим содержание мы можем сказать часы от котюр там если у жениха какие-то вообще часы базара китайского но зритель будет верить что верить что то часы именно вот этого дома там этой марки то есть содержание и формы можно еще придавать комментами названиями отлично запомним тоже это это полезно но я предпочитаю подавать предметы да и вообще что что объект будем говорить об объекте неодушевленном сегодня не в человеке на мой взгляд надо решить не так уж много задач а свете мы сегодня не будем говорить будем в меньшей степени о нем надо решить задачу показать для чего этот предмет объект его функциональность с точки зрения что он умеет делать кроме того что для чего он предназначен это разные абсолютно вещи стоящий самолет это предмет какой-то формы а взлетающий самолет это понятно что предназначение его для того чтобы он летал по воздуху и заметьте и на аэродроме и просто в небе это не так интересно как нежели оторвавшиеся нос этого лайнера или или идет посадка то есть видно среда обитания предмета то есть в чем в какой среде еще может обитать этот объект другими словами а его какая польза от владения этим пред объектом предметом это вторая задача который надо тоже нам показать ну я так считаю потому что иначе смысл то это и есть наполнение содержанием формы саму форму тоже можно подавать по-разному очень часто особенно фэшн фотографии когда моду надо показать какой-то определенный стиль одежды или там обувь или украшения те же которых мы говорили или взаимодействие человека с этим объектом там достаточно очень тонкая грань именно фэшн фотографии далеко не все могут преуспеть это не значит одеть тетку или мужика хуга босс и поставить его с хорошим светом снять и придать ему какой-то харизматический взгляд нет потому что там работает среда человек объект и очень важен баланс чтобы человек не затмевал объект с точки зрения подачи содержания но и то же время он должен нести как говорится этот объект потребителям поэтому там очень часто ляпы происходят если вы смотрите не вот посмотреть неопытных фэшн фотографов начинающих да и не начинающих заказчиков которые принимают эту хрень работаете то там очень вот это сплошь и рядом там когда объект выставляется на какой-то 28 план потому что человек он всегда будет перебивать что-либо даже элемент человеческого тела рука там нос грудь не важно что жопа коленка это всегда будет привлекать внимание в первую очередь поэтому там очень важен этот баланс и вот если вы научиться просто на простых объектах правильно их подавать вы можете тогда переходить уже в сочетании предмета и человек и третий признак подачи объекта на мой взгляд это его плановость это его не просто ракурс а плановый можно иногда показав фрагмент объекта рассказать больше его содержание нежели просто общим планом там сфотографировать нечто обыденное я приведу простые примеры надеюсь чтобы это проиллюстрировать когда-то я фотографировал лампочку электрическую лампочку вот этот кадр и согласитесь мы видим лампочку то есть ее функциональность то что она умеет светиться не перебивает не отвлекает внимание и зритель видит лампочку но то что она светится не подключенная это необычно и это заставляет смотреть на эту лампочку таких кадров достаточно много в интернете или вот лампочка та же лампочка она кстати вот она лампочка которая принимала это модель это модель а перебивает ли это вода брызги светящуюся эту лампочку не думаю это среда и не естественная среда обитания этого предмета и обычно в таком контакте и лампочка портится она взрывается но у нас победоносная лампочка художник имеет право подавать содержание формы и нос как бы со своей точки зрения почему нет это супер лампочка наша вообще необычная лампочка но а четвертая задача передачи формы и содержания держать внимание потому что если просто что-то обыденное показать обыденно она ну вот ладно и что а если это показать со своей точки зрения и не показать и функциональность и выбрать правильный план формы и еще не приведи господь светом это почерпнуть ну вот уже начинает что-то проступать и это не перебивает но очень часто бывают другие это уже относится к такое под жанру такому под виду фотографии как предметка но в области кулинарии подачи еды очень часто в еде в аксессуну фраже бокалы посуда вилки ложки это тоже играет не последнюю роль согласитесь поэтому нужно взять задачу разбить на некоторое количество этапов задаться 1 же прежде всего образом что мы показываем мы показываем посуду фража или мы показываем еду дело в том что если объект тот который мы показываем мельче объект который дает возможность представить его его функциональности это очень будет неправильно потому что нужно все-таки найти форму подачи этого объекта раскрыть его функциональность содержимое содержимое на что он способен и показать может быть еще успеть среду его обитания где он как бы применяется пример тоже лампочка которую мы сейчас посмотрели с вами представьте себе ее обычную в руке у какого-то электрика который и вкручивает в подъезде пятиэтажки хрущевки с запупленными стенами подъезда и на что вы будете смотреть ну все это будут называться так наши лампочки лучшие в мире вы будете видеть электрика обупленные стены все что угодно то есть вы крупные показали на переднем плане а сам объект мелким поэтому объект должен все-таки быть ну скажем не перебиваться ну пример с этими тарелками достаточно интересен мы сегодня тоже попробуем показать тарелку они показать еду на тарелке потому что очень часто еда она всегда точно так же как и человек это включает определенные инстинкты и когда мы видим еду у нас прежде всего ассоциативный ряд с едой они на то не то на чем это подается поэтому фотографировать посуду это не так тоже просто например ну такие вот примеры которые приходят мне в голову вот по ходу того что я с вами общаюсь вот вижу и общаюсь от паяльник ну паяльник но если мы его включим бросим носик в канифоль и поставим его как кверху этот дымок будет подниматься с этого носика мы поймем что что-то это горячее это что-то такое вот для чего-то горячего ну примеру вот исходите всегда из того что вы объясняете о назначении предмета через картинку ребенку а еще лучше представьте себе что вы это объяснить пытаетесь инопланетянину который очень дотошный большой эстет там у них на планете так принято и он не будет смотреть ваши картинки если они не будут красивы вот форма и содержание как я мог наметил вот такие вот ну что ли директивы направления директы а сейчас мы попробуем это все ну скажем визуализировать при помощи простейших средств которые должны быть у каждого человека который говорит а им фотограф у нашего голодранца фотографа должно быть хотя бы один источник света вспышка любая какой-то модификатор света любой сами сделайте либо купите естественного у нашего фотографа должна быть какая-то камера любая ну и желательно синхронизация то есть свет чтобы включался от затвора камеры это не значит что наш фотограф должен быть иметь только вот то что я сказал и больше ничего но желательно еще иметь какие-то стойки которые будут у нас с вами ну что-то держать это просто облегчает задачу ну и какие-то простые вещи связанные с отсечением света те же черные там какие-то пенопласты то есть мы говорим сегодня о подаче предмета открытия их форм раскрытия форм через содержание но если у вас всего этого нет а вы сюда забежали не знаю тогда наверное либо вы захотите этим заниматься либо уже давно покинули наше пространство что мы сегодня будем с вами или где мы будем с вами проходить эти формы содержания на чем сегодня мы постараемся с вами работать на отражающей поверхности ну так я захотел это неважно на чем работать сегодня свет для нас вообще не имеет никакого значения он направлен как вы заметили вот такое направление так как у нас отражающие поверхности глянцевые прочее поэтому и нужны всякого рода отсечки вплоть до того что желательно ну все зависит от вашего помещения обеспечьте это все по сторонам и даже сверху да когда есть есть такая возможность отсекайте от потолков тоже чтобы вы не фотографировали на этом глянцевом в данном случае простое стекло обклеено тонировочной пленкой не делали предмет будут ловить абсолютно все рефлексы все предметы которые его окружают мы сегодня не будем заниматься фотографии с точки зрения и подачи продажи или там сток поэтому мы этим пренебрежем пренебрежем но я тем не менее как мог обеспечил эту отсечку и более того мы еще потушим свет на этом пространстве мы будем с вами и проходить вот эти вопросы формы и содержания так включим все наше хозяйство я буду работать где-то здесь но пока не буду снимать микрофон если мне будут мешать его сниму вы будете всю картину наблюдать на этом теле теле телевайзере и так допустим простой предмет вилка я не знаю насколько там вам это видно вилка потому что темно но вилка она сама по себе ну что ну вилка правильно поэтому если просто мы сфотографируем вилку как каталожку ну понятно любому человеку что это вилкой да и все поэтому мы сделаем сейчас простую вещь этот микрофон дурацкий положим ее на зеркальную поверхность и посмотрим как ту же вилку мы будем возможно воспринимать чуть-чуть и по-другому поэтому просто кладем предмет на стол вот этот зеркальный сожалению мне надо и смотреть и снимать я еще не знаю как это я буду все делать но как-то я буду это делать на меня не обращайте внимание sony наша к лично с попорченным зеркалом поэтому нам сейчас не этого но вот если я вижу вот так вот задину опускаю камеру появляется софт если ее по другим углом делаю то софт уходит вот этим самым я и могу воспользоваться ну и соответственно двигать предмет от себя к себе и так далее безусловно мы еще будем потом кадрироваться там можно обрабатывать предмет и так далее вот наша вилка какая-то получилось там вилка заметьте сейчас вы это не видите здесь может я вам сейчас вывожу на крупный экран я сделал таким образом чтобы она не была пересвечена о резкости о там где она как бы в чем она немножко тут резко тут не резко это все на это не обращая внимание понятно что это вилка понятно есть некая какое-то даже отражение вопрос отражения это вопрос уже расположение предмета выше ниже и так далее из поиска ракурсов конечно когда камера непосредственно в руках и я смотрю непосредственно в визу наблюдаю за процессом мне гораздо это комфортнее делать сейчас мне это неудобно но позволим себе ее чуть-чуть как бы повернуть на бачок сейчас добавим чуть-чуть света потому что его просто мало и эта форма которая мы повернули на бачок она начинает раскрывать предмет немного совершенно по-другому есть вилка при этом осталось быть вилкой то есть она не изменила свою природу свою форму но она уже эта форма начала поддаваться чуть-чуть другом ну скажем стиле и наша вилка которая была вот вилка она может быть и так представлена а это всего лишь один поворот в кадре теперь вилка вилкой у нас да она там есть себе есть хорошо молодцы но у нас нету у нас нету ее функциональности ну согласитесь но предмет вилка ну что нам надо включить какой-то ассоциативный ряд с этим предметом но помнить о том помнить о том что мы рассказываем все ж таки о вилке ассоциативный ряд вилки это еда этому может быть возьмем давайте тарелку я повторюсь мы сегодня говорим не о свете мы поставим нашу просто вилку рядышком с примеру тарелкой и вот здесь начинают происходить некоторые вопросы возникать начинают вопросы а именно сейчас мы отключим автофокус чтоб он не с ума не сошел у нас вопросы следующего порядка как фотография будет о вилке или о тарелке тарелка белый блин уравновешенный блином софта и предмет вилка на чем мы с вами концентрируем в очередь внимание ответьте себе честно если мы с вами бросается в глаза именно вилка остальное в пересвете специально мы с вами сделали для того чтобы оно было просто белым пятном а рассматривалась потом то форма рассказа вилки мы с вами оставили то есть мы не рассказываем сейчас от тарелки мы рассказываем с вами о вилке если мы с вами уберем всякого рода предметы которые мне жутко мешают и постараемся сделать другое немножко ракурс что у нас кстати с диафрагмой тут двухсотка пошла так ладно и попробуем сделать то что я говорил показывать можно иногда укрупняя объект не весь объект в кадре часть еще как же это все неудобно но и по скидку сделаете на то что мне неудобно надеюсь потому что где-то так то есть если мы с вами начинаем фрагментарно показывать предмет час пересветы там пыль на стекле насрать на это ловите просто ракурс то перестала ли от такого ракурса вилка быть вилкой в ее классическом понимании этого слова нет конечно вилка осталась вилкой другой вопрос что надо ли здесь этот блик чтоб оставался нет конечно желательно чтобы его не было но можно попробовать с этого же ракурса постараться избежать но для этого мне надо телевизор разворачивать побольше на себя все в идеале он должен стоять передо мной а вообще в идеале он вообще на хрен не нужен потому что я себе работаю недостаточно вот этого всего ела что я вижу но как говорится вы у меня тут есть так лучше почему стекло никогда не берется в качестве отражающей поверхности черное берется акрил ну что нету перед двойных переотражений но это так кстати и так у нас получилось кадрировка мы не рассказываем о тарелке на мой взгляд мы продолжаем рассказывать повествовать о простом предмете вилки ее среда обитания в данном случае связанная с потреблением пищи ну так хотел показать художник этот долбаные эти шнуры перейдем допустим теперь немножко попробуем развить тему той же вилки но уже с привнесением каких-то своих что ли необычных вещей ну что ли не выходить за рамки кулинарии для чего предназначена предмет предмета вообще-то универсальный я вам скажу и можно многие вещи делать согласитесь приличные и не очень вот поэтому мы сейчас пас попробуем этот предмет показать не в совсем свойственной ему форме давайте это сделаем для этого нам потребуется правда перейти немножко к другому объекту предмет у нас будет банально прост вы поняли что это такое свежее яйцо само по себе яйцо это вообще целый мир потому что все произошло из яйцо и мы сейчас не будем говорить о курице яйца мы просто будем этот эту форму ну передавать потом мы как-то попробуем все это свести и поэкспериментировать для этого как всегда мне надо что правильно как-то со шнурами разобраться вот наша форма наше яйцо само по себе она уже красиво если бы его подать на чем-то белым безлика может быть она бы и провалилась куда-то к чертовой матери и кстати интересно попробовать давайте попробуем я знаю заранее чтобы это было интересно у меня два и вида яйца не двоится на двоится это понятно что но возьмем коричневая тема и и положим это яйцо конечно если вот только яйцо фотографировать только здесь всегда должно быть какое-то еще перышко то есть происхождение объекта а его содержание потом поговорим и положим его на тарелку давайте посмотрим будет ли это история об яйце или все ж таки о тарелке я например честно говоря не знаю мне самому интересно тем интересны вот эти эксперименты потому что по сути пока не сделаешь не поймешь это получилось наше с вами яйцо и блюдо но за счет того что блюдо наша безлика ну она по само по себе как-то вот подставка то все ж таки это история о яйце и вот есть как говорится тот пункт который я говорил что раскрыть функциональность этого предмета объекта формы можно подчеркивая как бы другими аксессуарами которые в теме этого этой функциональность этого содержания в чистом виде содержание мы тоже поговорим там больше будут ролик играть сам свет и подачи а в данном случае вот явный пример того что простые вещи одна вспышка блюдца яйцо из холодильника у нас уже с вами какая-то картинка и мы на говорим сейчас подаем яйцо но мы с вами прервались на мешкадря не закончив историю про вилки ну кстати вот давайте пока не отходя от кассы ведем такой каламбур поставим вилку поставим вилку оставим яйцо и на мой взгляд что-то будет немножко разрушаться в этом всем почему сейчас поймем сами потому что мы на самом деле с вами но мы с вами получили кадр ну честно говоря почти ни о чем потому что вроде бы предметы из одной ну из одной серии да то есть они все к еде относятся но о чем это тяжело сказать потому что ни один из предметов не играет главенствующую роль они просто дополняют друг друга там не будем сейчас говорить о них кадрировках в свете и так далее повторюсь но может кто-то середины начал смотреть на потому что мы разрушаем но если говорить о форме и содержание с точки зрения ну соло в кадре соло здесь трио это не очень удавшиеся это также как иногда пытаются выпендриться ну как я с лампочкой с водой и и положить к примеру еще один предмет сюда дурацкую эту лампочку может получиться весело но с точки зрения какого-нибудь художества в великого глубочайшего смысла может это даже и сыграет если мы подберем нужный ракурс сделаем нужную блин композицию может что-то и получится но здесь уже акцент и будет просто резкости если я наведу резкость на вилку черти шу сбоку бантик то просто здесь очень неудобно в данном случае хочется спросить а на хрена эта лампочка то есть в данном случае лампочка предмет совершенно не относящийся ни к яйцу ни к тарелке тем более к вилке привлекая на себя внимание не раскрыт ни по своей сути ни по содержанию то есть инопланетянин подумать что мы жрем с вами лампочки но перенеся акценты резкости на яйцо или на вилку кончик вилки ну что-то может начинать вырисовываться то есть на самом деле нету конечно в изобразительном искусстве это прямо канонов правил таких догм но что-то можно крутить из этого или например возьмем вот с оставшегося у меня какого-то фотосета я даже знаю с какого типа кровь краска и убираем уберем все эти предметы поставим это в кадр здесь мы уже начинаем цветом пытаться что-то раскрыть возьмем эту нашу вилку и воткнем ее как бы в это красное пятно и вот красное пятно в данном случае может ну скажем дополнить наш предмет конечно если его правильно сейчас высветить если его сделать на этой вилке световой акцент то мы получим с вами нечто похожее на кулинарию да? которая кстати краска до сих пор мажется хотя она уже полгода здесь ну то есть я вам привожу разного рода абсолютно такие от сюра до разрушения логики что ли да? до каких-то более менее логически выстраиваемых содержаний и форм потому что очень иногда бывает знаете как в театре что такое драма это конфликт интересов и человек просто в кадре ест пищу это скучно а вот когда он ест пищу вдруг останавливается и что-то достает изо рта пардон какую-то расческу или волосы это конфликт тем не менее этот кадр все ж таки больше история о вилке нежели о каком-то кровавом меселе то есть иногда бывает наоборот мы расскажем об этом но не расскажем о вилке но есть у нас такая задача слева давайте уже закончим как-то с этой вилкой перейдем к тарелке потом закончим яйцом я говорил что может быть вилка имейте другие как говорится необычные функции но она обычно обычный предмет который мы пользуемся в жизни каждый раз давайте из вилок сделаем подставку а на него положим предмет какой-то ну например догадайтесь трех раз тоже яйцо мы просто поставим эти вилки ну вот таким образом расположим и вот в эту ложбинку постараемся очень будем стараться конечно поставить какое-либо яйцо сейчас не важно цвет его важно чтобы оно просто стало это не так просто поверьте ну вот допустим теперь не дышать берем камеру и пытаемся сфокусироваться потому что в темноте это нелегко так ну вот где-то так а а да тут надо подобавить чуть-чуть света тут с экспозиция промах но это история яйцо закосилось но в данном случае как бы оно разбилось был бы кадр хороший а не пора в данном случае как бы мы с вами не меняли яйцо цвет его там наклон это кадр больше не о вилках это кадр больше все же таки о яйце с другой стороны и о вилках тоже потому что в такой как говорится в таком функционале эти предметы тоже оказывается можно использовать не знаю для оригинальной сервировки стола например но они все друг друга дополняют потому что они из одной из одной пьесы потребление пищи и таким образом мы раскрываем через эту форму содержание но не самого предмета которое яйцо а мы раскрываем другое функциональность другое содержание в данном случае вилок вот такая вот как та это вещь у меня есть такой кадр который я делал специально только одной вспышкой одетой на камеру вот он это один из самых первых моих кадров которые когда-то я пытался вот входить в это все ремесло хорошо я надеюсь кое-что начинает проясняться потому что иногда словами тяжело кое-что ну объяснять так как это искусство изобразительное легче изображать и показывать что мы с вами и делаем давайте теперь сделаем то же самое но с лампочкой уберем нашу с вами яйцо с вами уберем и постараемся каким-то образом каким-то образом поставить лампочку так чтобы она не успела у нас накувырнуться повезло не повезло потому что здесь шевелиться нельзя здесь надо дыхание задержать просто сейчас времени ну как надо же спешить с точки зрения формата нашего всего ну поэтому происходит то что происходит а вот здесь ну опять же не будем придираться к световым она уже падает все время с бликом пересветом и прочему а будем смотреть только на образы ассоциации содержания формы а вот этот кадр вроде бы по компоновке но похож однако эта история не о лампочке а все же таки больше о вилках так что вилки держащие лампочку но не лампочка лежащая на вилках хотя для кого-то может быть именно так это выглядит но если бы мы в этой лампочке с вами зажгли спираль при помощи фотошопа то это бы уже история была о лампочке но не о вилках вот такие вот перипетии лады давайте что-нибудь теперь поговорим о тарелках о белых блюдах вообще о посуде я понимаю что многим уже все надоело но я ж никого тут не держу итак блюдо тарелка если мы просто ее сфотографируем как она есть ну будет просто белое пятно фарфоровое там из чего-то сделанное достаточно безликая если мы на эту тарелку положим к примеру какой-то кусок не знаю пищи там колбасы чизкейка пирога красные какие-то акценты сделаем ну формы конкретные и даже размоем их оставим резкость на этом блюде оно все равно будет уходить в никуда почему потому что ну оно безликое оно белое и белое даже на черном будет просто привлекать внимание что это форма и потом человек поймет что это тарелка а нам надо рассказать о тарелке вот тарелка поэтому с одной стороны я не хочу выходить за рамки кулинарии с другой стороны быть честным перед зрителем и можно это было бы сделать любой другой заменяющей караской но мы будем с вами давайте попробуем я не знаю этого не делал до того как вот сейчас вам рассказывать но у меня есть такая идея у меня есть осталось я из дома украл черничное варенье там совсем немножко его и я не хочу перебивать я говорил о том что форма и содержание важно что то что мы подаем объект он должен быть крупнее да как бы в кадре или цветовое пятно акцент должен быть ярче ну допустим тоже яйцо на блюде мы поставили его коричневым да и не сорян то что яйцо само по себе было меньше чем форма блюда тем не менее мы смотрели на яйцо как говорили это яйцо на тарелке но не тарелка под яйцом да так вот я хочу сейчас попробовать разрисовать это наше с вами блюдо какими-то акцентами если бы я здесь нарисовал рожу человека то это было бы рисунок вареньем человека а мы говорим о блюде если я нарисую здесь какой-то иероглиф букву это будет история буквы а мне нужна история о тарелке и поэтому я не художник как вы понимаете я только учусь мне надо ну не знаю короче здесь это понятно что каждый сам себе куяльник может что угодно делать но я немножко края обозначу как бы ну вот так вот конкретных каких-то пятен я не хочу делать и постараюсь извлечь здесь есть маленькие ягодки если мне повезет повезло вот одну ягодку и вот такое сделаем потому что собственно блюдо вы уже поняли что оно у нас входило в кадр и там не знаю скучно это все было правда теперь облизав пальцы от сахарного сиропа постараемся посмотреть что у нас получилось и настолько ли это будет то что я говорил вот такая форма можно сделать немножко по-другому даже если я наведусь на ягодку черники этой это не будет история о варенье это все же таки будет уже история тарелки а если бы вот этого всего не было я же предусмотрительный мужик у меня еще вторая такая тарелка есть потому что я знал что одну буду рисовать я поставлю просто тарелку и попробую ну приблизительно повторить этот ракурс все надоело у нас получается два разных один предмет мы хотим показать тарелку форму но содержание не раскрыто инопланетяне мало что поймут так они поймут что это предмет видимо которая не красят чем-то тоже вариант если бы мы с вами убрали вот эту ягодку тоже все рушится но так как остатки скажем пищи гораздо меньше по масштабу чем объект который мы передаем то эта история как я говорю не о ягодке не о варенье эта история может быть языка который облизывал эту тарелку если сейчас вести сюда язык человеческий то эта история уже будет не о тарелке и не о ягодке и не о варенье эта история будет о трапезе кого-либо или история о как было вкусно а все остальное бэкграунд этот можно оставлять при этом маленькие детали которые в корне меняют наши с вами представления благодаря форме и содержанию и их подачи акцентов и передачи ну что ж господа мы сегодня с вами затронули одну из бесконечных тем как собственно сама тема фотографии один из маленьких аспектов формы и содержания я вам постарался показать свою точку зрения на это свои какие-то подходы будут ли они вам полезны будут ли они вам нужно это решать только вам и надеюсь в любом случае какие-то мысли я в любом случае разворошил не важно они были мои суждения правильные или ошибочные даже дурацко высказанная мысль идущая в разрез какими-то принятыми представлениями заставляет бунтовать мысли в тысячах других голов именно поэтому рождаются новые течения направления формы и конечно же содержания ну а мы с вами давайте жить так чтобы соответствовать своим формам и чтобы не вызывать диссонанс у окружающих подавать им свое содержание ну и напоследок мы раскрыли с вами главное содержание собственно предмета который называется яйцо давайте сделаем какой-то заключительный кадр уровне надо было выставлять уровне волков угу 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 вы в вы